Добрый вечер всем. Меня зовут Аделия Сайфудинова. Я заместитель директора по образовательной деятельности Института дизайна и пространственных искусств, кандидат наук, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования. Тема моей лекции сегодня это экологика пространственных искусствах и почему же все-таки экологика, а не экология. Мне бы хотелось сегодня рассказать, что же такое экологическое мышление и как оно может быть сформировано на базе высшего учебного заведения в рамках специальных предметов и почему это важно, из каких мелочей оно формируется и закладывать некоторый базовый фундамент на дальнейшую правильную профессиональную деятельность. Я бы хотела привести небольшой такой пример, чтобы было понятно, что же такое экологическое мышление. Но здесь публика у нас достаточно разная, есть люди постарше, есть помладше. Но я думаю, что все поймут. Вот это пример из моего детства, когда был еще Советский Союз, и мы ходили в магазин, и хождение в магазин, оно всегда ассоциировалось таким, вот чтобы купить молока, надо было взять с собой стеклянную тару, бутылки, да, там сдать. Чтобы купить хлеба, надо было взять пакет, чтобы купить, ну помните, может быть, кто-то застал времена, когда там семечки в стаканах насыпали, да, надо было иметь с собой пакетик всегда. И вот какой-то момент вот этой упаковки товаров, которые ты хотела покупать, он доставлял некоторые неудобства и дискомфорт даже на уровне подготовки к совершению покупок. Потом наступил совершенно другой момент, когда все стали упаковывать. И наступило такое, ну у меня это было еще какое-то такое по-детски ощущение, но все люди более старшего поколения вокруг тоже также на самом деле испытывали это ощущение, что ой, здорово, все, хлеб упакован, ой, молоко отдельно, ой, все макароны насыпаны, уже до вас запакованы в красивую пачку, все подписано, все можно почитать. Не нужно было носить с собой упаковку, и все было так здорово и прекрасно. Но это скорее вот такой подход кратковременного комфорта. Есть профессиональная деятельность, такой прогнозированный на очень близкое будущее, прогнозирование в масштабах более дальнего времени. И вот этот момент эйфории с упаковкой, он был таким кратковременным, потому что сейчас наступил момент, когда мы все не знаем, как избавиться от этой упаковки. Я помню тогда, когда еще появились эти пластиковые пакеты полиэтиленовые, мы за них ведь даже платили деньги и были рады, что вот у нас есть пакет, мы платили там 30-50 копеек, но было здорово, что не надо было дома приготовить заранее этот пакет, его можно там помыть, как-то вычистить и принести. А сейчас мы приходим, нам предоставляют кучу упаковки. Я думаю, все сталкиваются с тем, что когда вы приносите домой покупки, ну, у вас половина урны занимает просто распаковочный материал этих продуктов. Но это действительно так, вроде бы комфортно, да, в моменте хорошо, в моменте нам здорово, нам удобно, нам не нужно заранее думать, мы покупаем какой-то красивый, качественный товар. Но при этом, если мы берем на более дальнее видение, то получается, что вот этот ущерб, который в итоге принесет, да, эти тонны, там, горы просто мусорных отходов, которые обрамляют наши города, куча мусора, которые просто некуда утилизировать, которые валяются там по газонам и в кустах, это вот более дальновидная, такая дальняя проблема, которая в итоге приходит, если мы не думаем о более глобальных последствиях. И вот сейчас я бы хотела показать, как мы при работе с нашими студентами, ну, пытаемся вложить вот это экологическое мышление, экологическое дальнее видение на каких-то базовых вещах, чтобы студенты, они же наши надежды и наше будущее, выходя за рамки нашего института, становились не просто базовыми профессионалами, а профессионалы, которые, ну, умеют немножко прогнозировать и думать чуть-чуть шире, чтобы нести какую-то такую, да, небольшую социальную ответственность за свои действия профессиональные. Но для начала я бы хотела вам рассказать, все-таки пояснить термин, что такое пространственное искусство, потому что он немножко, ну, не самый такой распространенный, не самый популярный, но тем не менее он включает все виды искусств, которые находятся в пространстве, которые изображают пространство и которые статичны. Это не музыка, не театр, это то, что вот создано, стоит, нарисовано, показывает, но не двигается и не изменяется. Это пространственное искусство. Самое понятное – это архитектура и разные виды дизайна. Это какой-то прикладной дизайн, промышленный дизайн, скульптура, живопись разного вида графиков. Мы поговорим сегодня как раз о экологическом мышлении при создании вот этих продуктов. Архитектура – тоже такой быстренький ликбез. Три крупные группы, конечно, внутри есть более глобальное подразделение, более мелкие подразделения, но если говорить крупно, работая с архитектурой, мы работаем в трех ипостасях. Первое – это открытые пространства, общественные пространства. Вот здесь Казанский верхний объект, парк, сквер, белые цветы. Я думаю, знаком даже тем, кто Казанский. Второй аспект, более понятный, более распространенный – это архитектура зданий и сооружений. То есть когда мы говорим, что я архитектор, мы подразумеваем, что человек работает как раз со зданиями, с архитектурой точечной. И третий аспект – это работа архитектора с крупными территориями. Иногда их называют еще градостроителями. Но это архитектура городских территорий. Когда мы, как архитекторы, проектируя вот это пространство, искусство, создаем некоторый образ жизни, некоторый комфорт и программируем людей на определенные сценарии поведения в этом пространстве. Ну вот смотрите, первое. На самом деле одна из самых базовых задач, с которой сталкиваются наши студенты на первом и втором курсе – это работа с общественными открытыми пространствами. Здесь просто примеры, они не несут такого определенного смысла просто показать, что такое общественное пространство. Это некоторая открытая территория, на которой вы программируете, мы архитекторы, те, кто работает с пространственными искусствами, программируют некоторые сценарии поведения, создают комфорт. Функции могут быть совершенно разные. Это может быть, ну вот как на одной из картинок, что-то где-то посидеть, покушать, поиграть, отдохнуть, можно провести время, созерцая красивые закаты, гладь воды. То есть это какой-то досуг. И всегда это место скопления людей в первую очередь. И когда со студентами начинаешь работать, они, да, они как бы вклиниваются в эту работу, им интересно, но тоже первично думают, как бы сделать красиво, как бы вот чтобы это было прям вау. Но есть такая триада Витруве, она очень базовая для работы архитектора, дизайнера, польза, прочность, красота именно в такой последовательности. И мы стараемся сначала обеспечить прочность, чтобы эта вещь была полезной, и потом уже красиво. Триада, ну расположение вот этих элементов значимо, но это не значит, что какой-то неважный. Мы можем создать абсолютно прочную, красивую, прочную, полезную вещь, но эстетически какую-то неприглядную, и мы не сможем назвать ее искусством, да, вряд ли эту компоненту можно вычеркнуть. А можно также создать что-то очень красивое, но если это рухнет вам на голову, да, нанесет какие-то увечья, то это тоже вряд ли принесет какую-то пользу. Поэтому вот польза, прочность, красота, это вот те аспекты, которые на базовом уровне ребята изучают, создают. И тут наступают какие-то дополнительные функции, которые, да, вот общественное пространство, что ты хочешь? Вот человек пришел, он играет, он посидел, он спортом занялся, он на фонтан подошел. А что дальше? И задача как раз архитектора, дизайнера продумать все сценарии поведения так, чтобы не нанести ущерб, не нанести урон. Конечно, да, где-то будет газон, где-то будет каменное покрытие, чтобы не вытоптали, где-то будет деревья. Но что можно еще сюда добавить? То, о чем, например, иногда забывают у нас во время проведения каких-то крупных фестивалей. Бывает, я думаю, все сталкивались с таким. Может, кто-то подскажет? Туалет, да, туалет тоже проблема городов. А еще что? Мусорка. Да, представьте, мы добавили мусорку, либо мы ее забыли. Вот люди у вас пришли, они отдыхают, они проводят время, они кушают, а мусор выкинуть некуда. Ну, я думаю, никому, ни для кого не секрет, что, дай бог, половина людей унесет этот мусор с собой куда-то до ближайшей урны. Кто-то, возможно, несет до дома, засунет что-то в макулатуру, что-то в пластик. Ну, часть людей однозначно выкинет это где-то здесь или отойдет метров на 10 и бросит. Какое последствие? Ну, чья ошибка? Ошибка архитектора, который не включил как раз вот это экологическое мышление в момент проектирования и не запрограммировал пространство таким образом, чтобы оно не нанесло наименьший ущерб. Да, оно может быть красиво, но при этом оно может наносить вред. Это вот работа в мелочах не бывает. В любой профессии не бывает мелочей. Они все важны. Есть более крупные, есть более мелкие вещи. Но работа на всех уровнях, она очень важна. И будучи студентом, как раз наша задача как педагогов научить ребят думать широко, всесторонне, чтобы они охватывали все аспекты. А если мы сделаем вот так на этом же пространстве, да, это будет чуть-чуть дороже, немножко сложнее в плане городских служб, но если мы говорим на дальнее прогнозирование, на дальнее программирование, то в итоге это принесет гораздо большей пользы. Она как бы сложна и считаема. Это нужно обладать специальными навыками, чтобы высчитать материально, сколько мы, например, приобретем в итоге. Вначале кажется, что да, мы должны заплатить дороже. Но вот это экологическое мышление при работе с пространственными искусствами, оно вот складывается с таких вещей. Кто подскажет, что еще было бы здорово добавить в места скопления людей? Ну, я думаю, раз вы пришли на эту лекцию, то вы как-то так или иначе думаете, либо сталкивались с экологическими проблемами, либо хотите в этом что-то разбираться, что-то знаете. Вот такую вещь видели? Ну, кто путешествует много, кто точно видел в российских городах, это не очень распространенная вещь. Питьевой фонтан. Увидел кто-нибудь в своей жизни в наших городах или чужих не видели. Но обращайте внимание, да, в наших городах, конечно, это, ну, как бы редкое явление, но бывает. В более развитых странах, странах Европы, это уже повсеместная вещь, потому что, ну, тем более у них очень развиты, велосипедный вид транспорта, да, вот это передвижение на велосипедах, насколько сильно сократит потребление пластика одна маленькая вещь. Да, сложно, да, нужно где-то разбомбить существующую плитку, нужно провести коммуникации какие-то, нужно обслуживать, нужно там, да, ну, чтобы качество воды было хорошее. Мы же не можем здесь поставлять какую-то воду, от которой случится какое-нибудь несварение. Нет, да, это сложно, но если мы возьмем глобально, представляете, что у нас во всех городах была бы сеть питьевых фонтанов, насколько бы, да, мы сократили, или, например, в организациях, если бы было бы нормой, везде, вот как мы ходим иногда по городам, и мы не знаем, где общественный туалет. Иногда ведь и пить так же хочется. Раньше вот Макдональдс спасал туалет, вот все знают, да, наверное, какой-то период в городе был только в Макдональдсе общественный туалет, это сейчас они стали появляться. А представляете, что если бы вот это же базовая потребность человека, да, вот попить, это же не больно, языкские какие-то. Но при этом вот поставьте, сократится просто в миллионы раз потребление пластика, да, потому что люди начнут с собой носить бутылки, вот я сегодня принесла бы такую бутылку, я бы тоже ее не взяла, если бы знала, что я здесь могу, например, получить где-то воды. Дальше. По такой виду деятельности, как архитектура, здесь немножко более понятно, потому что это более распиарено, более понятно, более об этом широко говорят. Экологическое мышление здесь может быть сформировано за счет учета многих факторов. Это первое, конечно, что приходит в голову, это климатические факторы. Мы должны использовать солнечную энергию, это солнечные батареи, особенно в жарком климате. Но солнечную энергию можно еще как использовать? На самом деле можно развернуть либо отвернуть здание от солнца. Если нам нужно сделать защиту от избыточного солнца в жарком климате, можно разворачивать здание от солнца, для того, чтобы не тратить дополнительную энергию на кондиционер. Это ведь тоже экономия, это тоже польза. А там, где холодно и солнца очень мало, наоборот, делать максимально большие открытые пространства, открытые окна на солнечную сторону. То есть не обязательно только аккумулирование солнечной энергии, еще и правильное проектирование, оно тоже приносит в конечном итоге большую пользу. Один из приемов, который набирает обороты, даже у нас, это сбор дождевой воды. Казалось бы, да, она грязная, но на какие-то сантехнические нужды, на полив растительности вокруг, почему бы нет, почему мы должны тратить только чистую питьевую воду на это. Это очень распространено, особенно в небоскребах, использование геотермальных источников тепла, потому что у небоскребов очень глубокие фундаменты, глубокое заложение, и там уже можно использовать энергию Земли, ту, которую, например, мы не всегда можем достать. Но если мы так и так роем этот фундамент и углубляемся, почему бы не использовать эту энергию? И таких приемов очень много, я все сегодня не скажу, но это даже такие простые вещи, как датчики движения. Представляете, если здание у вас там 50 этажей, и везде горит свет, как он должен гореть по нормативу, на путях эвакуации. Но если в этот момент никто не ходит, даже на 20 этажах, поставьте датчик движения, все, он экономит энергию, и не нужно все 50 этажей, например, освещать. То же самое, там датчики воды, смыва, контролирование смыва, наличие каких-то атриумов для того, чтобы обеспечить естественное проветривание. Опять же, если мы по нормам, мы во всех зданиях должны обеспечить естественную вентиляцию, но, как правило, в небоскребах это механическая вентиляция. А если мы запроектируем там возможность использования естественной вентиляции, сложность в чем в небоскребах? В том, что мы не можем открыть окно на определенной высоте, просто ветровые нагрузки выдуют всю конструкцию. Но есть архитектурные приемы, за счет которых, да, это сложнее проектировать, да, это дороже проектировать, но ведь процесс жизни здания, он очень длинный. На самом деле, процесс проектирования, он занимает очень короткие этапы, очень короткие по стоимости. Потом начинается очень долгий этап эксплуатации, жизни здания, когда вы, как потребитель, вкладываете очень много денег на содержание. И если правильно вы запроектируете архитектуру, то вот этот расход на содержание здания, он будет минимальным. Слышали, наверное, такой термин, как пассивные здания? Сейчас уже есть такие здания, которые запроектированы таким образом, что они всю необходимую энергию, которая им нужна для существования, аккумулируют сами внутри. Во-первых, они запроектированы так, что они потребляют минимум энергии, у них нет ненужных трат на электричество, на кондиционирование, на отопление, но при этом еще они генерируют. Есть даже решение, когда вот мы ходим, и, например, датчики движения, ну что такое энергия, да, вот наше хождение, это же тоже один вид энергии, вот они вот собирают и переносят, например, на лестнице где-то. То есть разные виды энергии, и все это собирается воедино. И здесь в работе со студентами очень важно, ну не ограничивать их в каких-то рамках, да, вот специально привела другой слайд, это реальное фото, но еще лет 10 назад такая архитектура оказалась просто сумасшедшей для нас, да, это казалось, ну это что-то неизбыточное, что-то вертикальный лес, лес на здании, это вот реально, все реально. И если мы, будучи еще на студенческой скамье, не начнем, да, вот летать, мыслить шире, глубже, то выйдя за пределы института, ребята так и останутся ограниченными в рамках. Да, есть вопрос такой, что мы вот сейчас тут напроектируем, не знаю чего, ребята выйдут и столкнутся с реальностью, с нормативной базой, да, с градорегулированием, их вот так вот все везде пообчешут, да, пообчешут на первое время, но если есть привычка, заложенная внутри, проектировать глубоко, широко, да, и думать так глобально, то эта привычка рано или поздно, она выйдет наружу, ребята начнут, ну как бы, вот на них как раз и будет строиться будущее, да, это те люди, которые будут толкать архитектуру вперед и пробивать вот эти двери, нормативные базы, расширять границы. Следующее тоже, не совсем популярное, но существующее, которое тоже только набирает обороты, и мы в рамках нашего института планируем работать с магистрами в этом направлении, поскольку в программе «Приоритет 2030» у нас есть планы развивать такое научное направление, это обеспечение ветрового комфорта в пешеходной зоне. Я думаю, вы так или иначе слышали, что вокруг небоскребов, ну небоскребы всегда рассчитываются очень сильно на аэродинамические ветровые нагрузки, но это для того, чтобы здание просто не рухнуло. Но есть другой момент, вокруг небоскребов и многих зданий собираются такие вихри, которые наносят какой-то дискомфорт людям. Я думаю, вы гуляя в городе, у каждого когда-нибудь был случай, когда вы заходите, и вы там просто то шапку сносите, да, то ветер в лицо. Бывает так, что в большой двор, когда с высотками заходишь, вот есть нелюбимое место, где просто сдувает. У меня есть такое в Казани, я не буду говорить, да, но я думаю, вы тоже сталкивались с таким. И вот задача архитектора запроектировать застройку таким образом новую, чтобы появление здания не наносило ущерб. Это ведь тоже экология, это тоже климатические данные и климатические факторы, которые необходимо учитывать. Ну представьте, что у вас был пустырь, не было здания, и вдруг вы что-то здесь поставили, оно не могло пройти бесследно, оно так или иначе принесет некоторое влияние, и надо сделать так, чтобы это влияние было максимально комфортным, а не приносило ущерб. Это тоже работа архитекторов, но это уже более глубокая, это такая уже на научной стадии магистратура, аспирантура. И вот следующее здание, зеркальное, тоже может кто-нибудь подскажет, в чем, ну, некоторая неправильность такой оболочки. Есть такое, но так еще, наоборот, используют в местах затенения, ставят зеркальные фасады, чтобы отражение, наоборот, вот как на этом слайде было, чтобы, например, растения в тени больше подсвечивались, либо там, где недостаточная инсоляция. Но здесь, на самом деле, другой эффект. Птицы не видят и стукаются. Наверное, были, да, опять же, случаи, когда даже люди идут и не видят чистые двери, но я тоже так стукалась. А представьте, птицы, которые вообще не понимают, что происходит, они же не знают, они не видели новости про то, что здание здесь построилось, они просто летят и бадут. И особенно эта проблема актуальна в массивах городов, где очень много небоскребов, стеклянных. Есть прям статьи, там, в Нью-Йорке гибнут птицы на Манхэттене, экологи бьют тревогу. Сейчас вот у нас Лахте-центр построен с определенным видом напыления на стекле, которое безопасно для птиц, которое птицы видят. То есть это тоже проблема, которая может быть не первична, она не сразу видна, но тем не менее она существует, и она лежит как раз в плоскости экологического мышления в нашей профессии. Вот здесь тоже кто подскажет что? Ну, во-первых, у электричества, у освещения есть куча позитивных факторов. Это, конечно же, безопасность. Мы не можем гулять по темным улицам, если у нас освещение, это хорошо. Но все хорошо в меру. И в наших городах появляются такие вещи. Ладно бы, как здесь только эстетическая сторона, когда вот ты идешь, и у тебя может там глаз дергаться, да, психоделическое освещение, которое там бьет. Ты не можешь долго находиться рядом с этим просто вот фейерверком всех цветов. Но опять же птицы, и не только птицы, любой живой мир, насекомые. Я вот дальше покажу инсталляцию, которая недавно была в Казани, на эту тему поставлена. Птицы, они ведь привыкли спать в темное время суток. А есть даже парки, в которых, например, ОПТ, какие-то особо охраняемые природные территории, когда освещение. Вот видели фонари, которые вверх светят, да, шарики? А вот форма фонаря самая неудачная и плохая. Вот когда вы увидите, теперь вы будете знать, что архитектор сработал некорректно. Он освещает небо и светит птицам. Нужно брать фонари, которые светят вниз, которые закрыты сверху плашкой. Это более экологично. Но это же мелочи, но они важны. И это как раз вот это мышление, которое должно быть заложено, чтобы вы как бы разноста... Даже выбирая, казалось бы, такую вещь, как форму фонаря, вы уже закладывали положительные процессы, программировали это пространство на положительный ключ, в положительном ключе. Дальше тоже просто условная улица. На самом деле, не самая худшая улица, она достаточно прекрасна. Она маленькая, компактная, много зелени, строения такие, самоштабный человек, у трафика. Ну, трафик не самый большой, но есть. Программируем пространство, это тоже делает архитектор. А вот это проект реконструкции этой улицы. Да, в существующих ситуациях есть, как бы иногда мы ограничены исторической застройкой, которая не была рассчитана на какую-то большую масштабу автомобилизации. Но есть даже новые районы, где застраиваются исходно заложенные решения, которые наносят вред. Например, заложите вы непрерывную велосеть, люди пересядут. Заложите удобные, компактные остановки, люди будут ездить на общественном транспорте. Заложите тайминг общественного транспорта такой, чтобы людям было удобно ездить на общественном транспорте. Заложите ширину тротуара, чтобы людям было просто удобно гулять. Иногда ведь даже хочется пойти пешком, но ты понимаешь, что то нет тротуара, то нет освещения. То он такой узкий, что ты столкнешься. Особенно это касается, например, мам в декрете, которая с колясками гуляет. Вот эти решения, они вроде бы напрямую не зависят, ну нельзя сказать, что это решение в плане экологии, но эти решения напрямую влияют на количество выбросов, на трафик наш, ну и на экономику в том числе. Я чуть-чуть ускорюсь, потому что время, да, слайдов еще много. Здесь тоже из этого же принципа, это тоже проект реконструкции, когда вот уже, видите, мусорка такая с перерабатываемыми отходами и велодорожки, и велопарковки, все, что надо, да, и это улица правильная, улица для человека. Здесь тоже очень, очень хотелось эту картинку поставить, очень люблю эту картинку, которая показывает, как количество людей одинаково, вот сколько везет один автобус и сколько нужно автомобиля для того, чтобы провести такое же количество людей. Ведь прошли уже времена, когда автомобиль был такой роскошью, и там по 5-6 человек набивались, когда можно было не пристегиваться. Сейчас, как правило, это 1-2 человека. То есть этот автомобиль на самом деле стал прям вот индивидуальный, и поэтому растянулись пробки, потому что это стало уже не роскошью, а просто доступным средством. А если мы разовьем правильную улицу, запроектируем правильную улицу, ну там много, конечно, аспектов, да, но вот в рамках нашей про науки не будем их затрагивать. Но если закладывать правильные вот эти градостроительные решения, когда общественный транспорт комфортен, то, ну смотрите, да, все те же люди доберутся, куда им надо, но при этом у нас не будет пробок. То есть путь такой неочевидный прием, но уже понятный, особенно в странах, которые давно столкнулись с автомобилизацией. Почему у нас вот еще пока нет? Потому что у нас был период, когда автомобили были недоступны. Мы достаточно недавно столкнулись с проблемой автомобилизации, и поэтому мы еще пока делаем некоторые ошибки. Но уже идут пути по исправлению ошибок, особенно Москва делает очень большие шаги в этом направлении. Борьба с пробками начинается не там, где увеличивается количество дорог и ширина дорог, а там, где они сокращаются. Вот когда вы сделаете неудобное передвижение для автомобилей частных, вот тогда люди пересядут на велосипед, на общественный транспорт. Когда вы сделаете очень дорогие парковки, очень большой налог на транспорт, вообще как бы отсутствие, да, там, парковок, например, вот тогда люди пересядут на общественный транспорт. Не за счет построения кучи-кучи развязок, да, и там, десяти полос в одну сторону. Нет, чем комфортнее вы делаете передвижение для частного автомобиля, тем больше автомобилей становится в городах. Это вот правило, которое уже, ну там Лос-Анджелес утонул просто в этих пробках, хотя у них там, ну здесь нет этой картинки, это немножко другая лекция, но есть, особенно в некоторых странах, которые автомобили ориентированы, у них же площадь дорожных покрытий иногда равна половине вообще площади города. То есть мы отдаем прекрасную зеленую территорию автомобилям, а хотя кто пользуется городом? Люди ведь пользуются, да, мы должны для людей это делать, а не для автомобилей. Но здесь тогда перелесну, потому что, да, немножко задержу. Примеров просто очень много, особенно после пандемии стало много примеров, когда люди поняли вот это вот социальное дистанцирование, когда была потребность общества гулять, идти пешком, да, чтобы вот они сталкиваться ни с кем. Очень много улиц стали переделываться, такие зеленые пространства, где стало удобно передвигаться на велосипеде, либо на каких-то других средствах индивидуальной мобильности. Вот еще тоже прекрасная картинка, я думаю, все знают, что это такое, и что есть такая проблема. Да, мы не можем отказаться от автомобилей, конечно, это, ну, наше, мы не будем, да, в утопию заходить, мир там только для людей, города, мы везде ходим пешком, ничего не производим вредного. Нет, автомобили никуда не денутся, но мы же можем сделать качество этой среды лучше, причем достаточно такими, ну, простыми средствами, да. Давайте сделаем такую парковку, почему бы нет. Есть у нас уже примеры, когда парковки используют эко-покрытие, когда уже дерево ассоциируется с парковкой, потому что первично, как бы, появились автомобили, и первичная задача какая была? Столкнулись с проблемой, что некуда парковаться, и начали все закатывать в асфальт. Но теперь же уже стало понятно, что площадь этого асфальта, а ну-ка, асфальт захватывает наши города, у нас нет зелени, да, мы утопаем в этих асфальтах, давайте делать качественно. Можно обеспечить парковку, но можно же при этом подумать чуть шире, да, чуть-чуть дороже, да, сделать чуть более сложную задачу, но при этом сделать ее качественно, так, чтобы последствия были лучше. На такой парковке же даже автомобилистам приятнее. Ну и следующее, это, конечно, пока из области такого точечного опыта по миру, это города с нулевым выбросом углерода. Например, вот здесь это Маздар-Сити в Арабских Эмиратах, когда город полностью сам себя обеспечивает электроэнергией, никаких выбросов не происходит, но там за счет таких сложных и технических решений, дорогих достаточно, и за счет качества, сложности архитектуры. В Эмиратах в чем сложность, да, у них очень жарко, и очень большой расход энергии там идет как раз на кондиционирование. Вот этот город, он весь такой в тени, то есть у них основная задача, если у нас отопление, то у них кондиционирование, причем круглый год и на больших мощностях. Вот архитектурное решение сделано таким образом, чтобы там можно было гулять. Эмираты, они ведь еще, почему автомобильные? Там потому что гулять невозможно, это опасно для жизни. Вы выйдете, через 10 минут вы просто погибнете. А вот в таком городе, в котором постоянно тень, гулять можно. Ну и следующее тоже очень быстренько тогда пройду, по следующим слайдам, когда мы говорим про область пространственных искусств, которые близки к дизайну, к предметно-промышленному дизайну. Здесь есть очень понятные вещи, это изготовление некоторой продукции, из перерабатывания. Это очень много, и целая коллекция одежды. Вот здесь, например, Лего уже создает. Внедрять такой опыт из одной бутылки можно получить 10 деталей. Здесь, например, кроссовка с подошвой из отработанной резины, которую тоже можно носить, она утилитарная, прочная. То есть иногда бывают, конечно, решения, которые не направлены на массовое производство, но сейчас уже все больше и больше вещей, которые можно именно массово производить, и вот эта переработка материалов действительно существует. То есть мы пластиковые бутылки можем переделать не только под такие же пластиковые бутылки, а под то, что служит нам дольше и ежедневно. Есть другое направление в дизайне, которое формирует мышление, но более такой просветительский характер носит. Это тоже один из примеров. Руки в Венеции. Я думаю, вам понятен посыл. Глобальное потепление, подъем уровня воды. И посыл автора был такой, что если мы не начнем думать о том, какой вред мы наносим окружающей среде, то скоро мы будем спасать эти здания. Спасите, помогите, держите наши здания, наши памятники. Такого искусства тоже очень много пабликарта. Это панды из 1600, панд, сделанные из переработанной бумаги, как призыв автора обратить внимание на проблему вымирания панд на планете. Примеров очень много. Да, у дизайна немножко такой другой посыл, не утилитарный, но он тоже формирует экологическое мышление, и мы можем начать думать о таких вещах, о которых раньше не думали. Такие акции могут быть как средство привлечения инвестиций в какие-то специализированные фонды. То есть как заработать? Проблема в многих фондах в том, что недостаточны инвестиции. Люди хотят работать, хотят помогать, но они могут, например, потратить только свое время, у них нет финансовых ресурсов. И вот за счет какого-то такого искусства можно привлечь внимание, обратить внимание на проблему и создать некоторое такое движение в медиа. Другое направление тоже в дизайне, когда мы для того, чтобы создавать что-то новое и красивое, не используем новые ресурсы, мы используем то, что уже было использовано. Например, как вот эти баночки от йогурта, либо пакеты. И это тоже может быть красиво, не обязательно, что мы только какой-то грязный мусор развесили. Здесь, опять же, включается фантазия автора. Можно сделать это так, что это будет эстетически красиво, и при этом даже никто не догадается, что вы там нулевой углеродный след оставили, производя это искусство. Вот это, может быть, кто-то видел из вас на Черном озере. Был в сентябре у нас фест. Фест был по всей России, а эта инсталляция была представлена на Черном озере. Это как раз тоже из области интеграции наук, когда диджитал-компоненты, которые сейчас уже везде и повсеместно используются, форма паука была сфернирована нейросетью. Внутри он оснащен датчиками, которые измеряют уровень шума, и соответствующая подсветка у этого паука зависит от уровня шума. Почему паука, почему шум? Таким образом, автор хотел привлечь внимание к тому, что города производят очень много шума, что мешает жизни насекомых. Конкретно паукам мешает процессу охоты, каким-то базовым рефлексам, которые помогают жить и выживать некоторым видам. Охота, размножение, просто даже какой-то сон, отдых. Я сейчас не просто про пауков говорю, а про разных животных, которые, города ведь тоже населены разной живностью. И эта живность очень страдает. И вот проблема автора была, не проблема, а посыл автора был как раз привлечь внимание к тому, что есть вот такая проблема звукового шума в городах. Даже людям иногда некомфортно, что уж говорить. А те, кто исходно по природе своей вообще не запрограммирован на проживание в такой среде. А мы пришли здесь, заселились и начинаем повсеместно использовать это пространство. И еще вот немножечко прям. Это работы наших студентов, сейчас хочу продемонстрировать. Это Любовина Александровна, студентка второго курса коммуникативный дизайн. Мы с ним участвуем в конкурсе хорватский. Есть река Биелос, которая ежегодно просто тонны мусора, это стекло и пластик. Вытаскивают со дна, что мешает уже популяции водорослей, наносят там более глобальные какие-то экологические уроны окружающей среде. И организаторы хотят привлечь внимание к этой проблеме у местного населения путем создания вот этой инсталляции из мусора, поднятого со дна этой реки. Задача в конкурсе создать какой-то некоторый арт из этого мусора, который привлечет внимание. И вот девочка идет путем такого поиска формы, поиска формы от водорослей, стекла, камней, формообразования. И в итоге пришла вот такая идея. Но сейчас это не финальный результат, это просто для того, чтобы показать сегодня на презентации. Мы еще работаем над этим проектом. Мы делаем еще разные плакатики, студенты тоже второго курса делали. У нас пока только второй курс, потому что в нашем институте всего год, и мы еще развиваемся. Поэтому работа первого-второго курса. Вот к этому плакату слева есть еще анимация небольшая, я тоже покажу. То есть да, это направление дизайн, коммуникативный дизайн. Ребята не создают очень глобальные вещи, но тем не менее мы поднимаем этот вопрос. Как они могут повлиять на некоторые аспекты. И вот еще очень интересный проект, тоже сейчас мы на стадии разработки. Это у нас такие эко-овечки, очень нравится. Мне как-то сразу прижился у нас этот термин эко-овечки. И наша концепция такая, что эко-овечки путешествуют по городу. Они очень прекрасные, они такие прозрачные, жизнерадостные. И если вы хотите, чтобы эти эко-овечки пришли куда-то к вам, в ближайший сквер и парк, наведите там порядок. Вот как сейчас есть чистые игры, когда выходят люди. Не просто же раз в году, сейчас субботник, 22 апреля. А постоянные предприятия, какие-то наши крупные общественные мероприятия проводят. По стратегии развития казанки регулярно собирают мусор. То есть это вот из этой серии. Давайте соберем ближайшее комьюнити, сделаем порядок в парке, уберем мусор. Если наши эко-овечки придут к нам в парк, да, и вот они такие мигрирующие. Да, это некоторая фантазия наша, но почему бы и нет, да. То есть это тоже может быть, например, как проект. У меня материал все. Спасибо большое, что слушали. Спасибо. 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 Спасибо.